Владимир, я думаю, все-таки стоит поздравить с успешным выступлением команду. Пятое место – это более чем достойный результат. Как вы бы оценили выступление команды, может быть, не только с турнирной точки зрения, но и с точки зрения футбола, который удалось показать? Чувство неубеждворенности осталось от этого турнира в плане того, что могли быть мы повыше. Я считаю, игроки также считают, что мы могли быть в призерах этого турнира. Есть, так скажем, кое-какие моменты, которые нам не позволили пройти дальше в финальную часть. Потому что команды, которые попали в полуфинал, они проигрывали с крупными счетами 0-3, 0-4. Моя команда бы играла в другой футбол. Но в футболе не бывает сослагательных наклонений, поэтому мы заняли пятое место, обыграв в стыковом матче Мордовию 3-1. Игра, кстати, очень жесткая была. Ребята провели бы сильные качества, морально-волевые. Ну, а в плане турнира, я могу сказать, вот о чем. Два года назад игроки, съездив на логичный турнир 1994 года, многие из них подписали контракты, и они сейчас играют в дубле. Это и Божина, и Полиенко, и Пестричев. Вот еще группа игроков была с подписанными контрактами. Но, к сожалению, они не выдержали конкуренции в дубле. Вот, этот возраст 1996 года, тоже ребята хорошие, перспективные, потому что я посмотрел их на уровне московских клубов. Вот, потенциал этих ребят есть, и я надеюсь, что многие из них пополнят дублер еще состава нашей команды, молодежных крыльцоветов. Вот, потому что турнир, в самом деле, элитный был. Элитные игроки приехали, и игроки крыльцоветов на этом фоне, ну, смотрелись достойно. Я бы так ответил на первую часть этого вопроса. Если смотреть чуть-чуть в прошлое, в начало сезона, когда команда начинала выступление в третьей лиге, и то, что мы видели в концовке этого же турнира, ну, честно говоря, небо и земля. Да, я сейчас говорю, может быть, о своих личных впечатлениях, но команда очень сильно прибавилась с тех пор. Что все-таки больше дало толчок развитию ребят в этом сезоне, на ваш взгляд? Вот, длительный турнир в третьей лиге, где играли со взрослыми мужиками, или вот такой вот турнир, где вроде бы сверстники, но лучшие футболисты этого возраста со всей России? Ну, каждый турнир, он имел свои задачи стратегические. Задача выступления в третьем дивизионе российского футбола нашей команды предсоветов позволила вывести игроков на более высокий качественный уровень в плане и тактического мастерства, и технического. Потому что, в самом деле, по ходу сезона играю со взрослыми командами полупрофессиональными. Были команды, которые прошли горнила второй лиги, и люди там деньги получают. Ребята прибавляли, я видел их, прибавляли не только в технико-тактическом мастерстве, но и в психологическом подготовке. То есть умение терпеть нагрузку, умение терпеть эмоциональное напряжение игры. Вот, что неизбежно сказалось на турнире вот сейчас, когда мы приехали. Потому что играть на равных с клубами, я говорю, с московскими, с Динамо, с ССК, с Зенитом тем же самым, которые проходят большую подготовку в течение сезона на различных турнирах. Вот, это нужно было иметь что-то за плечами и у нашей команды. За нашими плечами был вот этот опыт, футбольный опыт, который мы получили в третьей лиге. Вот, и ребята реализовали все то, что могли выдать на этом этапе. Потому что в плане тактики было отмечено, мы превосходили многие команды. В плане игры, так скажем, в обороне, в плане исполнения стандартных положений. Даже шутка была такая у них там. Вот приехали, крылья, наконец-то нам показали, что такое угоршеская защепка. Но это их мнение было. Мы стремились играть в современный рациональный футбол, который позволяет нам реализовывать весь тот потенциал команды, который есть. Немного не хватало исполнительского мастерства в завершающей фазе атаки. Но я думаю, что ребята придут к этому. Потому что нацеленность, самое главное было в этом турнире, не занимать какое-то конкретное место. Была конкретная задача выигрывать в каждой игре. Ну и с учетом того, что мы прошли вот этот этап, мы одержали 4 победы на предварительном этапе в Казани. И мы одержали 4 победы в финальной части чемпионата России. 8 побед на таком элитном турнире. Это говорит о том, что потенциал у команды большой. Сейчас все соревнования в этом году, в общем-то, окончены. Тем не менее, команда собралась, продолжает тренироваться. Какие еще задачи осталось ребятам выполнить? Ну, сезон закончился. Мы сейчас плавного ребят подводим к тому, что они должны уйти в отпуск отдохнуть. То есть, снижаем нагрузки сейчас, снижаем нагрузки. Не больше такого игрового плана восстановительного. Затем команда с 6 числа уходит в отпуск. И мы собираем их 9 января. Начинаем подготовку к новому чемпионату России в 3-й любительской лиге. Ну и часть игроков у нас уйдет в дубль, поедет на сбор и попытается пробиться в дублирующий состав, подписать первый свой профессиональный контракт. Я их на это тоже нацелил. Вы довольны тем, какую работу проделала команда в этом году? Понятно, что в следующем это будет уже другая команда, насильно обновиться. Кто-то уйдет в дубль, кто-то придет из, наверняка, 97-го года. Можно сказать, что все задачи, которые на сезон были поставлены, выполнены? Ну, тренер никогда не может быть доволен тем, чего он добился. Иначе нужно заканчивать с тренерской деятельностью. Есть удовлетворение от проделанной работы, но я еще раз говорю, мне удалось раскрыть в ребятах тот пациентал, который у них есть. Я думаю, что они дальше будут стремиться к тому, чтобы стать в самом деле настоящими профессионалами. Потому что пришлось многое менять и в психологии, и отношения к тренировкам, отношения к игре. Отношения себя в быту, взаимоотношения в коллективе, то есть между игроками, взаимоотношения между тренерами. Раньше они этого не знали. Как себя вести в команде, как вести себя в раздевалке, как вести себя на футбольном поле. Теперь они это знают. И поэтому результат, который добился, это сплав того потенциала, который в них был заложен. Нужно было только немножко его двинуть и раскрыть дальше.